Это Вести утро Карачаева Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, в горах плюс 2, плюс 7. Днем плюс 19, 24 тепла. И местами до плюс 16. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 22, 24 тепла. На днях в нашей республике прошел всероссийский турнир по боксу, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. На него съехались юные спортсмены из многих регионов нашей страны. Организатором соревнований выступил старший тренер сборной Карачаева-Черкесии по боксу Эльбрус Халкечев. О том, как прошли соревнования, он расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Эльбрус. Доброе утро. Благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в гости. Повод для нашей встречи. То, что вы стали организатором всероссийских соревнований по боксу в нашей республике. Соревнования были посвящены возрождению карачаевского народа. Конечно, я хочу узнать подробности. Кто приехал, сколько было участников. Ну и в целом, как все прошло. Участников было много. 184 боксера. Приехали очень много регионов. Было 8 регионов нашей страны. Местных тоже ребят было очень много. Бои у нас шли 4 дня. То есть отбирались сильнейшие. И в финале, естественно, остались лучшие. Наградили всех. Наградили тренеров. Приехали люди, которые помогли тоже. Все прошло красочно. Все тренера довольны. Мне позвонили, сказали, что они доехали домой. И что последние несколько лет это был их лучший турнир. То, что прошло, там красочный. То есть получилось все организовать. Я помню, как вы переживали, как вы собирались, как вы готовились. Все-таки всероссийский уровень. Принимали участие молодые боксеры? Молодые, да. Там и молодые были. И 17, 18, 15, 16. Там и меньше были. И старше были боксеры. 20-летние тоже боксировали у нас. Как старший тренер сборной Карачао-Чешкеси по боксу, вы, наверное, там были главным тренером, главным судьей, вернее. Как вы оценили уровень выступающих ребят? Ну, у нас главным судьей был у нас Арсен Чекунов. Я был заместителем главного судьи и организатором соревнований. Так как главным судьей – это очень тяжелая работа. И быть организатором и главным судьей – это фактически невозможно. Турнир прошел прям очень хорошо. Боксеры были прям на уровне. Дагестан тоже, как обычно, привез команду прям хорошую. Чеченцы хорошие были. Ингуши, Кабардино-Балкария. Вот наша братская, наша республика привезли там большое количество боксеров. Приехали шесть тренеров. И очень хороший турнир. Нам такие турниры нужны, чтобы был рост наших боксеров. Все делают турниры. Тот же Чечня, Дагестан, Ингушиетия и Кабардино-Балкария. А у нас турниров мало проводится. Вот сейчас над этим работаем. Сейчас в августе у нас пройдет тоже турнир, посвященный памяти Давыдова. Нашего заставления тренера, который умер. И вот потихоньку-потихоньку втягиваемся в ту же колю. И, надеюсь, годика через полтора-два плоды пойдут. Конечно, отрадно, что такие турниры проводятся у нас в республике всероссийского масштаба. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И поздравляю с тем, что турнир прошел вполне успешно. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи!